все я пошел все я пошел друзья всем привет сегодня я хочу рассказать вам про кроссовочки asics новобласт 2 эти кроссовки не достались мне бесплатно я не владею ими я всего лишь взял их на тест сдал свою старую обувь мне нужно будет вернуться за мои старые эти сдать обратно к сожалению или к счастью я абсолютно был честен по отношению к новобласт первой версии я писал об этом как-то в инстаграме потому что к нам уже приезжали на тест приезжал на тест представитель asics привозил вернее с собой эти кроссовки для теста первой версии новобластов и мы как-то на тренировке нашего бегового клуба потестировали с ребятами эти штуки мне совершенно не понравились первые новобласты они были очень неустойчивы в вот в этой части и твоя нога она заваживается влево то вправо буквально там на какие-то доли секунды и каждый раз когда ты бежишь а ты как бы но в этих кроссовках бесполезно бегать с пяточки я считаю нужно бегать да вот там середины стопы и так далее но вернее куда должна приходиться ваше основное приложение как бы мощности силы на это вот на переднюю часть стопы скажем так и тогда они действительно да упругие хорошо отскакивают и все такое но вот эти вот микро движения влево и вправо и тебе нужно компенсировать благодаря там своим связкам мышцам все это дело и у тебя начинает напрягаться все от мышц стопы до даже бедра потому что ты должен стабилизировать колено чтобы она у тебя не гуляла за стопой там не ходила и так далее и это прям очень неприятно эти вот микро микро движения они меня прям очень обламывали я бы точно не побежал в таких кроссовках долго про вторую версию не знаю что пока еще сказать потому что я протестирую их только завтра но давайте хотя бы начнем с внешнего вида я очень надеюсь кстати что я смогу сказать что они справились во второй версии потому что ребята там не глупые и они знают отзывы и так и было с первой версии что половина ребят половина людей которые покупали новобласты говорили офигеть какие они классные но другая половина говорила офигеть какие они нестабильные и неудобные и боялись ну ладно боялись но было бежать них действительно не комфортно и сейчас это первое что они исправили по внешнему виду я про этому первых то видно видно во внешнем виде во вторых я про это читал и если подошва особо не изменилась по высоте то можно видеть что добавилось вот это такая продолжение некое продолжение подошвы на которое как бы с обоих сторон она поддерживает твою стопу и вот ты влево вправо уже так больше не гуляешь сильно кроме того скорее всего что-то изменилось и внутри вот этого вот этой центральной части кроссовка если раньше прям ощущалось как ты встаешь на эту переднюю часть и тебя чуть-чуть говорю может клонить влево или вправо как будто бы там такой валик и он вдоль кроссовка расположен то сейчас такого чувства нет я очень надеюсь что в беге будет точно так же и я в них пробежался чуть-чуть перед палаткой асикса на экспо и мне пока что все понравилось посмотрим что будет завтра потому что бежать 21 километр и я обязательно вам расскажу про внешний вид чем могу сказать просто в цвет часов все на самом деле приятные шнурки они немножко тянутся что-то типа как у хокки все здесь нет больше ничего прикольного кроме того что в сзади есть вот это вот как называется вот эта штука за которую ты можешь надевать кроссовки помогает тебе пяточный стакан достаточно он упругий но не жесткий с пятки в этих кроссовках я бы действительно не бегал она мягкая не такая комфортная для ну то есть она явно не для бега я бы так сказал то есть если вы бежите вот с этой части стопы это самое то поэтому посмотрим как оно завтра в общем первое ожидание какое было от новобласта вторых это стабильность которую они должны были порешать во второй версии и они и порешали никаких проблем с тем чтобы стопа гулял там лево право у меня не было на протяжении всего 21 километра что еще на самом деле мне больше всего понравилось наверно то как они держат на мокрой поверхности я не так часто бегаю в дождь и я опасался сегодня в питере был дождь питер и дождь ну все понимаете да и тоже был очень жесткий первые там не знаю 7 8 километров поливала они просто невероятно держат вообще на любых поворотах а трасса была ну сумасшедшая по поворотам вообще ни разу никакого проскальзывания не было ничего не на любой поверхности на асфальте на брусчатке на каких-то значит бетонных там плитах на тротуарах тоже вымощенных и так далее везде и по лужам все вообще было идеально я не могу каких-то проблем выявить эти кроссовок в этом смысле но что мне не понравилось это наверное но я если честно ожидал что такого прям сверхъестественного в плане отскока вот да это не карбон там ничего такого но первые новобласты когда их тестировал несмотря на их ужасную стабильность отскок мне ну как-то больше что ли понравился я не знаю повлияло ли геометрия подошвы изменилось ли в этом смысле что-то у них но они ощущаются просто как добротные качественные хорошие кроссовки тренировочные или ну для темповых работы все такое но я не почувствовал прям какого-то величайшего отскока или еще чего-то мне просто было комфортно бежать я с удовольствием бы в них там ну бегал вот эти же те же половинки и возможно даже марафон они упругие они не мягкие а ну разве что если только вы бежите с пятки но все-таки с пятки я считаю на этих кроссовках бегать не очень комфортно что еще мы говорю половину трассы бежали в дождь влага уходила хорошо все в общем это просто добротные тренировочные кроссы и решайте брать ли их сами или но это или не брать за эти деньги да потому что но все-таки последней модельки а это только вышло она стоит по моему в районе 12 там 13 тысяч рублей возможно стоит подождать и урвать их по скидке где-нибудь расцветка огонь моим часам подходит где тоже понравилось повторюсь что к сожалению ничего сверхъестественного от новобласта вторых я не получил но получил кайф и комфорт это самое главное потому что я очень переживал из-за стабилизации и и и прям вот этот минус они закрыли идеально поэтому смотрите сами очень добротная пара уасикса подойдет большому количеству людей я считаю от новичков которые бегают там в районе 5 5 30 примерно до тех кто любит побыстрее и умеют побыстрее до в районе 40 и может быть что-то типа 3 40 вот так вот то есть диапазон достаточно широкий быстро не бежать лучше и комфортнее чем медленно это точно вот и все спасибо всем